Капелли – это выдающаяся хулиганка балета. Наверное, такой хулиганки нет ни в одном другом спектакле. Это совершенно уникальный, интересный и своеобразный образ, с которым я встретилась впервые, приготовив эту роль сравнительно недавно. И танцевала этот спектакль всего лишь второй раз, испытала огромное удовольствие, имея возможность хулиганить и вести себя безобразно на сцене. Пожалуй, это один из немногих спектаклей с счастливым концом, спектаклей с юмором, веселых. И легких, и непринужденных. И это большая редкость, потому что, как правило, героиня в конце спектакля умирает. Умирают все герои или героиня, и это всегда печальный конец. А здесь, наконец-то, можно ни о чем не думать, наслаждаться, веселиться, придумывать смешные интерпретации, особенно в паре с замечательными партнерами. В данном случае у меня были прекрасные партнеры – Давид Мото Суарес, с которым мы танцевали этот спектакль уже во второй раз. И непревзойденный Геннадий Янин, который исполнял роль Капеллиуса, и с которым у нас отдельные сцены, практически отдельный целый второй акт, когда мы можем хулиганить и безобразничать вдвоем, и это вдвойне прекрасно и интересно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И все равно высоковато. Получается, две руки одинаковые, что правая высоко, что левая высоко, когда он сидит на колене. Понимаешь, в какое место, да? Вот он садится на колену, дала ему ручку, да, склонись к нему, а потом отдельно левой рукой допой, вот, а потом вот так. Тогда красиво, а то они на одинаковой высоте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Этот балет написан так, знаете, как он, наверное, в этом плане сродни Щелкунчику. То есть там нет ни одного проигрышного номера. Каждый номер, это маленький шедевр. Абсолютно каждый. Мизосцена ли это, вариации ли это, танец или просто увертюра. Это все замечательно, изумительно, очень красивая музыка. Такой, я бы назвал, это балет-балеточ. То есть, когда вы приходите на этот спектакль, вы получаете от балета то, чего вы ждали. И в этом спектакле, в этой постановке Сергея Геннадьевича Вихарева в редакции я играю Капеллиуса. Субтитры создавал DimaTorzok Это одна из любимых ролей, собственно, понимаете, когда для актера балетной сцены это одна из ролей, где можно прям вот уиграться. То, чего с детства всегда хотелось, и наконец-то вот практически на излете карьеры вот это и получил. И спектакль этот играю давно и работал со многими балеринами. И вот, наконец, недавно у нас был спектакль совместно с Женечкой Образцовой. Женю я видел много на сцене, какие-то спектакли работал с ней вместе, ну, так, достаточно эпизодически. Мы даже с ней имели опыт совместной работы в кино. Но на сцене вот так вот буквально и непосредственно целый акт вдвоем мы никогда раньше не встречали. КОНЕЦ И я хочу сказать, что работа с Женей – это, конечно, такое удовольствие, потому что редкий, знаете как, редкий контакт между актерами, вот во всяком случае с моей стороны, я надеюсь, Жене тоже было комфортно. И поскольку я работал со многими, у меня есть с кем сравнить. И вообще, актеру с моим стажем работы получить что-то новое от репетиции, да, какое-то, ну, я бы даже так не побоялся этого слова удовольствие, это уж, ну, вообще как бы за гранью, да. Это просто работа рутинная, как правило, это чуть-чуть проверяется. Здесь так, здесь сяк, договорились, пожалуйста, я люблю сделать так, как удобно балерине, но сильно не отходя. Мы же, вот, например, драматические актеры, они прикованы к тексту пьесы. Мы прикованы к тексту хореографическому. И особо шаг в сторону расстрела, это всегда отслеживается всеми знающими, все же все знают, все понимают лучше тебя. Вот, а с Женей было работать приятно в том плане, что никуда не отходя в сторону, все время возникали какие-то новые, новые нюансы, да. А работа профессионала, опытного, она как раз и хороша тем, что появляется много нюансов. И, конечно, такие, как бы, лежащие на поверхности штучки, которые Женя делала в спектакле, придумала сама. Это возникало по ходу. Да, я знал давно, что она прекрасная актриса, и неоднократно это видел. Вот мы вместе работали над постановкой в «Ромео и Джульетта» Ратманского редакция. И совершенно прекрасная работа эта Женина. Но здесь это комедия, это все совсем по-другому. И очень редко, когда в актрисе сочетается и драматический дар, и комедийный, и трагический. Вот Женечка как раз именно обладает всеми этими качествами. Работать с ней просто одно удовольствие. Даже, наверное, два удовольствия. «Ромео и Джульетта» «Ромео и Джульетта» «Ромео и Джульетта» Продолжение следует...